Коллеги, спасибо, что смотрите Prodexpo 2021 и рядом со мной спикер сегодняшнего дня Наталья Чичук. Расскажите, пожалуйста, какую тему вы сегодня обозревали и нам очень интересно, какой был у вас сегодня посыл. Добрый день, коллеги. Мы сегодня рассмотрели тему, как улучшить продуктовый формат магазинов, увеличить эффективность и усилить конкурентную дифференциацию. Нам интересно, а вот ваша главная специфика работы, кто вы, чтобы наши зрители тоже понимали. Я протекающий эксперт, бизнес-консультант, специализируюсь на разработке и улучшении розничных форматов. Возглавляю консалтинговую практику Marital Strategy, являюсь автором и преподавателем специализированного курса по разработке и улучшению розничного формата. Имею многолетний опыт работы в фуд-ретейле, исследую практику и внедряю лучшие практики российских и европейских ритейлеров. Имею опыт работы и реализации ряда проектов по разработке и улучшению розничных форматов. Ваша тема сегодня кому была полезна? Крупным игрокам рынка или, может быть, локальным ритейлерам, которые работают в регионе? Мое выступление сегодня было направлено региональному ритейлу, региональным розничным сетям. Вы первый раз на нашей выставке или вы нашу выставку посещаете уже не первый год? Ежегодно посещаю вашу выставку. И тогда такой вопрос. Как вам уровень этого года и чувствуется ли влияние того года, когда у нас был локдаун? Ну да, чувствуется влияние. Я встречаю меньше партнеров, меньше коллег и понимаю, что многие не приехали из-за того, что есть какие-то ограничения. Наталья, вот такой вопрос. А какие розничные форматы выиграют на локальных рынках? На локальных рынках выиграют те форматы, которые превосходят растущие, пока еще не осознанные потребности покупателей. Форматы, которым будут доверять покупатели, которые будут привлекать внимание и удивлять покупателей. Форматы, которые поддерживают постоянный контакт с покупателями в релевантных точках онлайн и оффлайн. Наталья, а в чем сила розничных сетей на локальных рынках? В знании своего рынка, в знании своих добавленных ценностей, благодаря своим ключевым компетенциям и развитым ресурсам, близости к локальным покупателям и пониманию их потребностей, свежести и уникальности, представленности форматов, устойчивости развития, региональности. Еще вопрос. Какие сильные стороны у продуктовых региональных сетей? Это наличие в ассортименте натуральных продуктов и еды регионального происхождения, умение работать со свежестью продуктов региональных ритейлеров, доверительное и близкое отношение покупателей к розничным форматам с региональными корнями, гибкость и скорость принятия решения и использование региональности для перепрофилирования и дифференциации розничных форматов. Отмечу, что какие бы технологии и будущее не принесли изменения, независимая розничная сеть по-прежнему уделяет особое внимание близости к покупателям, свежим региональным товарам, доброжелательному обслуживанию, качеству, опыту покупки и простому индустриальному шарму. Наталья, расскажите, пожалуйста, какие сейчас основные вызовы у локального ритейла? Ну, основной вызов это то, что каждые два года розничные форматы сети требуют улучшения подменяющейся потребности рынка. И при этом каждому ритейлеру важно поддерживать актуально-ценностное предложение формата в соответствии с ожиданием покупателей, чтобы не конкурировать по цене с федеральными сетями, обрекая себя на заведомую проигрышную позицию. Наталья, тогда следующий, конечно, вытекающий вопрос. Какие тренды нынче главенствуют? Ну, тренд развития беспилотных магазинов и продуктовых автоматов, тренд на развитие органических и фермерских форматов или отделов, или зон в категориях, тренд на развитие не только формата дискаунтер, но и усиление категории фреш дискаунтеров, тренд на фрагментирование торгового пространства. Наталья, спасибо огромное за такое интересное общение. И, может быть, что-то осталось у вас напоследок сказать всем участникам рынка? Ну, наверное, три основные мысли. Это то, что все-таки каждые два года розничные форматы требуют адаптации ценностного предложения в соответствии с ожиданием целевых покупателей. И, следуя за трендами рынка, актуально постоянно развивать существующие, тестировать новые розничные форматы. И при этом важно использовать силу региональности, свежести, натуральности, внедрение новых технологий и улучшение опыта покупок. Ну, безусловно, развивая доверительное отношение с покупателями. Спасибо огромное и до встречи в следующем году на нашей выставке. Субтитры сделал DimaTorzok